Актуальное интервью Александр Яковлевич, на днях мы отметили День российского кино, и мы все поздравляем вас с этим праздником. Спасибо, спасибо. Мы все очень любим пересматривать советские фильмы, потому что в них есть некая атмосфера какой-то доброты, какой-то душевности. Но когда мы выключаем фильм и включаем новости, мы попадаем в совершенно другую атмосферу какого-то волнения и тревоги в России. На грани истерики. Да, волнует ли вас ситуация, которая сейчас в стране происходит? Да, конечно, волнует, конечно, волнует. Ну вот, живем в такое время, очень непростое время. Знаете, я хочу сразу сказать, что я жу по девизу, по принципу, актером может и не быть, а гражданином быть обязан. То, что происходит сегодня на моей родине, в России, меня очень-очень волнует. И поэтому надо делать все возможное и невозможное, чтобы не допустить очередной революции. Революция – это рев лицефера. Это вообще-то, кстати, это не очень. Я за понимание, за диалоги и за эволюционный какой-то процесс. Насколько мне известно, 11 марта 2014 года вы поддержали политику Владимира Путина, которая касалась присоединения Крыма и Севастополя к России. Вот на тот момент какие у вас были мысли, какие прогнозы? Ну, во-первых, я с Крымом связан около 20 лет. Я все время, я очень серьезно заболел, и вот в Алубке меня поставили на ноги. Поэтому Крым для меня – это не просто территория какая-то. Это моя территория, тем более море. Я в прошлом моряк. Ходил на рыбаках, на Тихом Итане. И вообще все, что связано с морем, я свято. А уж военные – это отдельная тема для разговора. А то, что волнует, период 2014 года, я был здесь и видел, но я видел, как ни странно, меньше волнения, чем в других регионах, именно в Севастополе. Потому что тут какой-то был покой. Вот как-то разрешилась вот эта проблема. И когда ехали сюда ребятишки-молодчики, которые могли взорвать и Севастополь, здесь совершенно спокойно будут. Мы не допустим, ребята. Это Севастополь. Он всегда был, остается автономным местом. Защиты не только Севастополя, но и всей России. Это форпост России. Поэтому здесь вот этот покой меня там поразил. И я когда сидели мальчишки и девчонки, там что-то выварили, чай, все спокойно. Там уже была тревога, там поезд шел. Я говорю, ну, давай не волнуйтесь, у нас здесь все там нет, а тут там вооружение, там ПТ распрятаны. Вот я тогда поразился этим покоем. Ну, и военные есть военные. Ребята, я всегда отношусь к военным. Вот Сережа против меня сидит. И мы знакомы, и я знаю, что это надежные личные ребята. Они надежные. Это отдельная тема для разговора. Вы сейчас продолжаете посещать Севастополь. Вы часто приезжаете к нам в гости. Конечно, каждый год. Как вы можете описать ситуацию в городе в 2019 году? Она очень непростая, конечно, ситуация. Очень непростая. И так что вот мы сегодня определились с фестивалем «Золотой Витязь». Ни один город вот так вот не принял нас, как здесь, именно в Севастополе. Потому что, во-первых, там борьба за нравственное восстановление человека. Вот этот принцип, он очень важен. И как нигде Севастополь это понимает и чувствует, и сразу нас приняли. А я являюсь вице-президентом этого фестиваля, Коля Брыляева. И мы здесь нашли базу. Поэтому то, что было, я боюсь говорить, слишком сейчас будоражить зрителя. На дело все возможное и невозможное. Не допустить вот этих ребятишек, которые хотят опять создать в России, включая и Москву. Сегодня на площадь выходит огромное количество людей. Я с тревогой отношусь к тому, чтобы не произошло второго Майдана у нас в России. Сергей Николаевич, вы, как никто другой, участвовали во всех событиях, которые происходили в Севастополе, в том числе тревожных. Как вы бы могли сейчас описать ту ситуацию, которая в городе была? Такое ощущение, что появилась какая-то культура общения. Культура общения появляется тогда, когда с человеком хочется разговаривать, если он хочет тебя услышать. То, кто не хочет тебя услышать, бесполезно. Это как горохом об стену. Поэтому я надеюсь, что все эти новые перемены и проблемные вопросы, которые мы не могли решить месяцами, сейчас решаются в считанные дни. Севастопольцы прекрасно помнят то состояние боевой готовности, которое было в городе. Как вы считаете, вот это состояние тревоги, мы начинаем его забывать? Я думаю, что мы начинаем сплачиваться. Мы начинаем создавать из жителей города монолит городской конгломерации, монолит ячейки государства. И это хорошо. Почему? Потому что люди начинают понимать, что проблемы, которые волнуют жителей города и политических руководителей, возможно, и руководство города, они идентичны. Они одни и те же. И прислушаться друг к другу для того, чтобы их решить. Пути просто у всех разные, видения разные. Но выработать какую-то среднюю централь, по которой можно двигаться, я думаю, что сейчас мы на правильном пути. И очень хочется, чтобы Севастополь сделал сильный рывок вперед и продолжил свое движение. Нужно сказать, что в Севастополе вообще живут уникальные люди, которые в любой момент готовы встать на защиту своего города. И они неоднократно доказывали это на таких ярких примерах. Ну вот, насколько вы знаете, у нас сейчас в городе происходит очень такая странная ситуация с тем, что в центре города, там на окраинах, начинают просто вырубать краснокнижные многолетние деревья. Где-то под общепит, где-то просто случайно, потому что поставили забор. Вот, Александр Яковлевич, как вы думаете, это вообще, насколько это адекватно? Это катастрофа. Когда 3 миллиона гектар горят, это тоже в этом одна причина, одна проблема. Но что касается Севастополя, действительно, тут же не такой нет густой растительности, надо беречь по возможности каждое дерево. Если ты строишь, предположим, да, лишнее необходимо там больницу, а ты, естественно, ближе к лесопосаждениям, чтобы были фитонциды, были, так сказать, деревья, которые лечат здоровье человека, реликтовые деревья. Ну, постараться надо к пустырям это здание, постараться. Но если ты уже здесь меминизировать ту вырубку лесов, именно меминизировать, но на это место в 5 раз больше посадить. Это труда не заставляет никакого. Ты посадишь и похожие деревья сажаете, все это будет расти в 5, в 10 раз, ну, хоть минимум в 3. И воспитывать в каждом ребенке, каждое, с малых лет, ну, посади, давай, научить его. И это войдет в кровь и плоть этого человека. Если он будет готов в любой момент взять и посадить, это для него на всю жизнь останется память. И когда вот я очень много деревьев посадил, я прихожу, и из елки растает огромное дерево, красивое. У меня 3 кедра посажены. Ничего такой радость охватывает, потрясающее. В этом воспитывается патриотизм, как ни странно. Вот через какие вот конкретные, казалось бы, не очень значимые вещи. Но у меня есть мечта. Почему я так остро воспринимаю Севастополь и с болью, и с радостью? Потому что я действительно люблю, я без моря жить не могу. И даже хочу, когда мне придет какое-то время, я хотел бы здесь вообще остепениться и, ну, что так присесть. Не просто присесть, а сделать, помочь создать студию документальных фильмов. Художественные, пусть там в Ялте, там где-то еще будет. А документальные, потому что история настолько грандиозная, настолько грандиозная. А те, кто выстрелил в прошлое из ружья, из ружья в то будущее выстрелят из пушки. Без памяти человек не может жить. Это манкуртизм. Отсюда и разброс, особенно у молодежи, они сидят в интернете. А ты сходи лишний раз, зайди в музей. Когда попал, увидел еще раз, очередной раз на Кургане, на нашем знаменитом, я просто был в восторге. Это такая вот, там сохраняется память. Вот это и есть память, она зарождает что-то. И вот это надо снимать. Сколько раз, сколько. Все страны объединяются. В определенное количество времени против России. Весь мир объединяется против России. Мы одним стоим и бьемся. И когда наш ствол стреляет в два раза короче, чем англичан, амуниция тяжелее. И мы выдерживаем, выдерживает наш солдат. Это ни с чем не сравнение. Поэтому надо создать. Очень официально, вот это и есть моя идея. Создать студию здесь и снимать, профессионально снимать. И это обещать и входить в средства массовой информации. А вы готовы ее возглавить? Я, по крайней мере, помочь я готов. Готов. Ну, мне 75 лет, но я уж так сказать. Тут, значит, молодые, патриотично настроенные ребята. А патриотизм – это гениальность. Патриотизм – это для отцов. Национализм – это отдельно. Националист, он любит только свою нацию, не наберет все остальное. А патриотизм любит свою, но с такой же ребятностью ко всем остальным. Вы сейчас говорите вот о той истории, которая у нас у каждого в сердце и в душе. Но у нас есть последствия той истории, которые как раз и осуществляются в виде порубочных листов, в виде вот этих вырубок. Вот, Сергей Николаевич, как вы думаете, вот это украинское наследие, когда нам удастся пережить и перескочить как-то этот барьер и вот эти последствия, которые вот появились? Я думаю, что мы долго еще будем исправлять последствия украинского периода. Правда, хорошо. Вот. Почему? Потому что это и мировоззрение людей, это и то, что творится в голове, и то, что творится в душе. Мне часто на встречах сейчас, которые я провожу во дворах, да, задают вопрос, зачем нужно воспитывать патриотов? Ну вот зачем? Все равно к ним никто не прислушивается, да. Все равно они не двигаются по карьерной лестнице и так далее, так, как хотелось бы, да. Вот. Но мне кажется, что ответ до банальности прост. Родина, родина нужна любому человеку точно так же, как семья. У меня с этим, с этим, говорит, вот я снялся в фильме «Сто дней свободы», и там диалог тебе интересный, деда с внучкой, у тебя играют деду, моей внучкой. И он мне говорит, она рассказывает, он был там посажен, сидел, отсидел. И он говорит, меняются знамена, меняются гимны. Но не меняются, никогда не изменятся. Родина где-то родился. Вот это начинается любовь с малой родины, и приходит любовь с большой родины. Родина одна. Это наша мама, мать. Опять же, Севастополь уникален вообще вот как раз по работе патриотической, особенно с детьми, с молодежью. У нас есть и юнармия. У нас вообще, я вам честно скажу, что когда люди, приезжие, приходят на какие-то мероприятия, они удивлены. Сколько школьников, сколько детей. И у детей в глазах есть понимание. Они знают историю, они понимают, зачем они здесь. И, Сергей Николаевич, я знаю, что вы проводите как раз вот очень большую работу по воспитанию патриотизма в молодежи. Вот расскажите, пожалуйста, о ней немного подробнее. Я, когда я попал в Севастополь, я сам был очень сильно поражен. И начал подпитываться этим духом патриотизма. Почему? Потому что мне жители города Севастополя чем-то напоминали Спарту в Древней Греции. Это люди со своим стержнем, это люди со своим менталитетом, это люди со своими взглядами на жизнь. Ну и чего греха таит, даже в украинский период, здесь активно проводились массовые мероприятия, посвященные 1 мая. За 9 мая я уже даже говорить не буду. День детства и юношества, да, это день пионерии. Всегда торжества, прохождения. Многие люди в других городах, они удивлялись, почему это происходит. Я так думаю, что севастопольцы, как никто, пережившие две обороны, понимают, что нельзя делать вреда своему народу и наносить какой-то вред, потому что ты выходец из него. Тем не менее, вы, как никто другой, знаете, насколько выхолощено понятие патриотизма у наших соседей. Ну, люди запуганы. Люди запуганы, почему? Потому что некоторые аналитики, я не могу назвать их глупыми, за океаном разыграли карту межнациональных отношений. Многие растут так из Америки. Да, да, разыграли умело, разыграли умело. И, к сожалению, мы выпустили такого джина из бутылки, которого загнать очень трудно. А я помню высказание, что мир содрогнется, что мы сотворим с этим самым непокорным славянским народом. Мы заставим молодежь видеть в белом черное, в черном белое. Это было, и она реализуется на все 150%. Я в этом смысле, ну, как бы, у меня есть дворостные какие-то точки зрения, взгляды. И я застал период, это и сталинский, и хрущевский, один из самых страшных. Когда хрущев, помню, маленький все было, и с экрана говорит, я покажу вам фотографию последнего священника в России, вон на Руси. Вот и все, это его слова. В Советском Союзе тогда это было слово. И потом брежневские, как бы, застойные, а очень было спокойно, и люди с уважением относились к другим. Вот тогда были эти фильмы, и мои фильмы, и мужики, и Любовь и Голд, которые несут уже 30 лет с лишним тепло, добро и хорошее отношение к людям. Но вот, Александр, я бы сказал, вы сказали одну вот очень интересную фразу, вы процитировали в одном из интервью своего дедушку. Я даже прочитаю эту фразу. Люби Родину больше, чем свою жизнь. Сердце отдай людям, душу Господу Богу, а честь оставь себе. Я хотела вот спросить у вас, а вот в вашем понимании, что такое патриотизм? Мое понимание, когда мы сегодня должны воткнуть штыки белые и красные, демократы и коммунисты, обязательно это необходимо. Мы сегодня опять на грани разрыва. И кому-то это, кто-то заинтересован, тот оплатит огромные деньги. Я знаю, что мой президент, которым я не просто, он очень обложен сегодня не только соцлагерем, против него уже все и болгары были против, и огромное количество тех, кто и вся Прибалтика, и весь мир против него стоит. Он один стал. Я не говорю, сейчас я его в Мюнхенской речке, он гениально сказал, хватит однополярного мира, надо уважать нашу Россию, страну. Все-таки закончим нашу беседу на чем-то таком положительном. А давайте стихи я прочтаю. Не хочешь? А какие? А просто называйте. Я русский. Костя Фраглова. Один чудак, лицом фальшиво грустным, ее тясть в салоне своего проше сказал, мне стыдно называться русским, мы нация бездарных алкашей. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист, обломанных литвей. А вот потом Агофиопов Пушкин не тяготился русскостью своей. Себя считали русским по праву и поднимали родину с колен. Творцы российской мореходной славы и Белинсгаузен и Крузенштерн. И, мерясь с мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы Грейг, где Толя Элермонт. Любой из них достойна восхищения, ведь родина воспитает для них закон. Так жизнь свою отдал, без сожаления, за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, то души лечит, то разит, как сталь. Способный мы ценить его безмерно и знать его, как знал датчанин даль. В душе любовь, сынов, не лелея, всю жизнь трудились до семи потов. Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, как подлинной истории азы. И среди них, как столб, старик державин, чьи жила кровь татарского мурзы. Они идут-то слуги-то мессии, свой крест неся на согменных плечах. Как нес его во имя всей России, потомок турка, адмирал Колчак. Не стоит головой биться в стенку и в бешенстве слюно и брызгать зря. Мы русские, так говорил Шевченко, внимательнее читайте к обзаре. Патриотизм не продают в нагрузку беретам, сапогам или пальто. Навкли вам стыдно называться русским? Вы, батенька, не русский, вы никто. Великолепно. В лице народного артиста стихи это огромный подарок. Спасибо вам. Спасибо вам. Все же хочу закончить нашу беседу на положительной ноте. Вашими словами о том, что все-таки в Севастополе, я надеюсь, появится в студии документального кино. Я очень хотел бы. Я надеюсь, вы пригласите нас на закладку первого. Конечно. Мы хотим присутствовать при этом событии. Это очень любопытный будет ход. Я хочу собрать команду. И вот так вот, как корни пущу, и мне здесь нравится. Мне здесь, я хочу быть рядом с моряками, с красивыми людьми, настоящими русскими солдатами войны. Я уверена, что у вас все получится. Должно. А мы будем пристально за этим следовать. Дорогие гости, четверть часа пролетело как одно мгновение. Я очень благодарна вам за такую хорошую, правильную беседу. Напомню, сегодня гостями нашей студии был народный артист РСФСР, лауреат Госпремии, который награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени Александр Яковлевич Михайлов и начальник управления координации деятельности войск Национальной гвардии России по Севастополю Сергей Николаевич Колбин. Это была программа «Актуальное интервью». В студии была Дарья Гзвенова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok